всем привет дорогие друзья с вами мастерская мастерок видим все запаковано чинно благородно это от подписчика на ремонт жесткий диск инфа тут не нужно нужен только они не здесь инфа нужна около 4 гигабайт ценной информации здесь инфа нужна я перепутал с вторым подписчиком точно сейчас вспомнил просто смотрите обычно как человек сразу пишет узнает там цены все ознакомливается с прайсом все дела потом естественно думает проходит энное время потом нигде не находит дешевле и соглашается присылает то есть проходит где-то от нескольких дней до нескольких недель поэтому иногда я запутываюсь так еще тут запаковано в общем как какая история этого жесткого диска здесь человек неправильно подключил питания molex у него был китайский место 5 вольт 12 место 12 5 капец вот это вот вот это называется круто запаковано так и вот еще наша коробочка жестким диском так но вы все знаете да что в диске ноутбучном отсутствует питание 12 вольтовое он это генерирует сам питание но проблема заключается в том что на 5 вольтовую линию попадали 12 вольт и это это очень плохо так western digital 750 гигабайт давайте подключим посмотрим итак перемещаемся в эту сторону здесь у меня мой карман орика теперь стоит включаем итак что мы имеем по факту и так что мы имеем по факту по факту диск у нас сначала раскручивается делает один щелчок и останавливается будем смотреть что с электроникой итак друзья собственно я прозвонил сразу же в первую очередь контактики вы слышали угол моего фена собственно видите остатки флюса но флюс не смываемый это немножко сильно много налил в общем прозвонил остатки остатки прозвонил контакты мотора поскольку это серии наутилус жесткие диски у них у всех слабый контроллер питания естественно на контактах было короткое замыкание но собственно перепаял выпаял микрушку отсюда впаял у меня есть плата донор с нее выпаивал собственно кз ушло но здесь еще в доноре я брал сато питания мне надо было это тоже 750 в общем перепаял я сейчас она остынет и мы с вами попробуем подконнектиться посмотрим что изменится сразу кстати проверяйте если вы такое сделали сразу проверяйте контакты мотора конечно бывают случаи когда горит и проц и мотор но в основном мотор берет удар весь на себя в редких случаях когда горит все конечно будет очень плохо если через прошло через гермоблок через эту плату расширение прошло прошел ток на головку и сгорела сама головка это будет печально и прискорбно потому что такое уже не лечится но будем надеяться на лучшее пока пауза подождем пока остынет и главное важно ждать чтобы плата остывала до комнатной температуры итак я думаю вы будете слышать по звуку один щуп ставим на землю вот он звенит ну и вот собственно наше короткое замыкание вернулось этот наутилус опять пробит после первого же включения о чем это говорит это нам говорит однозначно что наш процессор и головка одновременно не в порядке то есть возвращается через прост через голову завышенное питание и горит наутилус в общем вот такой вот не ремонт по одной простой причине что к сожалению к сожалению если еще смуз можно было как-то поменять то головку менять это будет сильно дорого вместе с платой человеку их надо как можно дешевле в общем просто знаете что во первых с питанием нельзя нельзя менять питание потому что если еще трех с половиной дюймовые диски выдержат удар питания перепутанного то эти малыши дохнут сразу собственно исходя из опыта вы меня спросите почему ты взял что головка поломанная исходя из опыта я это взял что такие уже случаи были в общем замена проца тоже не даст никаких результатов накроется и процессор и наутилус опять таки даже если сейчас подкинуть рабочую плату вот так вот все прискорбно и печально в общем надеюсь вам было интересно полезно эту информацию узнать получить узнали что то новое как собственно справляться с такими поломками если вам уже сильно-сильно нужна информация то тут нужно менять голову и плату причем это все брать с донора с одного обязательно первое не продаются головы к ВД и должна голова быть привязана к платьям меняем все сразу здесь же к сожалению клиенту не повезло в общем вот такие вот дела народ при покупках напоминаю в интернете пользуйтесь кэшбэком экономьте очень хороший который меня еще не подводил ни разу это ссылочки будут в описании переходите смотрите я надеюсь вам помогло это видео решить хотя бы проблему почему горят постоянно смусы при замене и процы в общем такие вот дела народ всем спасибо пока покупаете что-то в интернете и думаете как сэкономить начни возвращать часть денег с покупок в онлайне зарегистрируйся в кэшбэк сервисе ИПН пользоваться сервисом очень просто достаточно выбрать нужный магазин на сайте ипн.бз и совершать покупки как обычно кэшбэк будет начислен автоматически вывести кэшбэк можно сразу после получения товара выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссий в рублях и долларах регистрируйся в кэшбэк сервисе ИПН и будь счастлив